Здравствуйте! Мы рады видеть вас в Хибинофитнес. Как дела, Дима? Чего у тебя нового? Хорошо. Да все потихоньку, помаленьку. Как-то они дела? Отлично. Вот думаю, сейчас предложение уже пора делать. Серьезно, что ли? Подожди, ты хорошо подумал? Тише будь, аккуратно. Ну, слушай, думаю, давно уже на самом деле, уже месяца три-четыре. Да и как бы не первый год живем на самом деле, так что уже пора. Решили озаконить свои отношения? А есть другой способ? Два-три года живешь в гражданском браке, все дела. Нет такого понятия в законодательстве. На самом деле, да, вот решил сделать. Сейчас занимаюсь как раз подсчетом всего и вся. Сам понимаешь, дело хлопотное. Что, где, куда. Помещение, гости. Сейчас свадьба, дело дорогое. Многие кредиты берут. Вот это я считаю вообще бред, на самом деле. Серьезно? Ну, кредит на свадьбу, это, ой, ну не знаю. Хуже этого, мне кажется, быть ничего не может. Только кредит на путешествие единственное. А почему бы и нет взять кредит на путешествие? В чем проблема? Собственно, себя вгонять в долговую яму без бивки по деньгам. Единственное, получить только эмоции. Ну, не знаю, проще накопить на самом деле. И смотри, кстати, как у нас в наше время очень так тоненько стерлась грань. Раньше было понятие, копейка, рубль бережет. А сейчас проще купить, чем накопить, да? Ну да, я заметил. Массово начинают просто бешено брать кредиты, жениться, выходить замуж. Я заметил, сейчас возьми сейчас, заплати через год. Ну да. Откупает, но потом как-то все равно отдавать неохота. Берешь чужие, даешь свои. О, подожди, подожди. Ты первый раз в тренажерном зале. Нельзя давать сразу такую большую нагрузку? Постепенно наращивать. Правильно. Это как с кредитной нагрузкой на самом деле. Многие из нас берут непосильную ношу, а потом, привет, просрочка, коллектора и все прочее. Кстати, сколько нагрузки допустимые кредитные, как думаешь? Не более 25% от бюджета. Ну, в идеале 10-15%, но сейчас смотрю на сайтах, в разных сайтах есть информация вплоть до 50%. Мне кажется, это недопустимо. Я недавно смотрел, что перекредитованность 28%. Тоже есть такое? По сравнению с прошлым годом 23%. Ужас. Поэтому кредит на свадьбу – это очень плохо, глупо и недальновидно. Особенно, если на следующий день разведетесь. В смысле? Слушай, а как ты тогда собрался оплатить все это? Сейчас очень дорого. Я знаю, что некоторые свадьбы и в 200 тысяч, и в 300 обходятся. Ну, слушай, есть же методы инвестирования. Заранее как-то подушку создал себе, маленько сверху накопил. Тем более, как раз мне сейчас закрывается ИЕС. Так что вообще как раз... Басть. Дима, что такое ИЕС? Это индивидуальный инвестиционный счет, который, в отличие от обычного брокерского счета, позволяет тебе еще осуществлять налоговый вычет. То есть тебе государство возвращает 13% отложенные суммы. Раз в год? Каждый год. Или есть варианты? Ну, там два выбора на самом деле. Ты выбираешь два типа вычета. Либо тебе возвращается 13%, либо ты, так сказать, освобождаешься от уплаты НДФЛ. Все, что ты наторговал, да, получил прибыль, освобождаешься от уплаты НДФЛ. Это вычет Б, который 13% вычет возвращается. Это тип А называется. А чем он отличается от брокерского счета? Ну, во-первых, деньги ИЭС, которые ты туда вложил, да, инвестировал, ты не имеешь права их трогать. Три года. То есть, если ты, допустим, открыл сейчас в 19-м году, у тебя он будет существовать вплоть до 22-го года. До месяца, ну, где-то, когда ты открыл. И весь этот период ты трогать деньги не можешь, если ты пользуешься каким-то правом вычета. Если ты, допустим, взял вычет типа А, тебе вернули деньги, 13%, а потом ты закрываешь ИЭС и тебе, ну, забираешь свои деньги, ты обязан уплатить обратно государству те деньги, которые они тебе дали. Ну, как-то так. А минимальная сумма вхождения? Ну, слушай, самая такая комфортная, более-менее сумма, где ты почувствуешь от него какой-то толк, это, ну, от 50 тысяч. Ну, минимальный совсем порог, это 30 тысяч рублей. Дима, я слышал, есть фирмы, люди, которые предлагают проценты завышенные, 30%, 40% доходности для довольствия. Да, есть такие мошенники, на самом деле, они прям вплоть до почти гарантии гарантируют получение такой ставки, на самом деле, но это невозможно. Любая наша, как говорится, доходная система, да, инвестирования, будь то вклады, то же самое ИЭС, там, биржа, ну, облигации, да, они все тем или иным образом привязаны к ключевой ставке. Ключевая ставка Центробанка. А что такое ключевая ставка Центробанка, в чем она выражается? Если русским языком говорить, ключевая ставка – это минимальный процент, под который ЦБРФ дает деньги, ну, в кредитбанком. Банки берут в них деньги и уже передают нам, грубо говоря, да, в виде кредитов, ипотеки. То есть я правильно понимаю, ниже этой ставки процент по кредиту тебе банк не даст? Никогда. Отличается ли процентная ставка ИЭС от обычного потребительского вклада? Ну, как минимум раза три получается. Смотри, потому что вклад у нас в среднем – это от 3 до 6%, да, причем 6 – это одна из максимальных, потому что уже приближается к ставке, к ключевой ставке Центробанка. А по ИЭС ты возвращаешь минимум 13%, плюс ты можешь купить облигации. Ну, средняя такая годовая доходность – 8, ну, от 7 до 8,5% годового. Ну, да, это выгодно. Кредитная нагрузка – это совокупность всех обязательств клиента перед банками и микрофинансовыми организациями. Согласно закону, финансовая организация не может выдать кредит клиенту, у которого размер задолженности составляет 50% совокупного дохода семьи. Комфортным считается показатель 35-40%, предельными 50-60%. Индивидуальный инвестиционный счет – это особый вид брокерского счета, только с налоговыми льготами, предусмотрен для физических лиц, налоговых резидентов Российской Федерации. От вас потребуется, первое, открыть у брокера счет, второе, пополнить его на любую сумму до 1 миллиона рублей, купить на них какие-нибудь ценные бумаги, третье, не забирать вложенные деньги 3 года. У вас может быть открыт только один индивидуальный инвестиционный счет. Также по ним существует два варианта налоговых вычетов. Вычет типа А. Вам возвращают 13% от вложенной на счет суммы за год, в пределах 400 тысяч рублей. Но не более суммы, уплаченной вами НДФЛ. Максимальный вычет составит 52 тысячи рублей в год.